В 8.57 я только проснулась, хотя я проснулась в 7, проводила мужа и легла обратно, и я хотела встать, потому что у меня есть задачи, которые нужно выполнить. А еще мне нужно сегодня успеть часть подарков упаковать. Вот, это не все, конечно, но надо это сделать. Еще меня сегодня ждет каша, я вчера ставила в бультиварку, это очень удобно, ускоряет процесс времени приготовления, то есть я встала и сразу могу завтракать. То, что нельзя забывать, это витамин D3, я уже 3 дня забыла его выпить, в общем, сегодня я прямо перед собой поставлю напоминание. Ну что ж, продолжение постоянной работы, сейчас буду рисовать. В общем-то, сложила я свои постоянные такие контейнеры, это очень удобно, только неудобно открывать этой рукой, поэтому сейчас вы ничего не увидите, просто здесь по ячейкам находятся цвета. Это вообще рабочие какие-то контейнеры, то есть я нашла в строительном их, и, в общем, нашла сразу применение. На самом деле в строительном магазине очень много чего можно найти. Интересно для художников. Не уточнила. Вот, про это я и говорила, невозможно открывать. Открывать. И вот так это выглядит темень, когда на улице всегда такая погода, очень меня это расстраивает, честно говоря. Вот за что такая серость? Скажите, за что? Так каждый день. Многие не любят пастель именно из-за этого, потому что очень много пыли остается по всей поверхности стола, поэтому сейчас мне нужно будет все убирать, стирать. И, в общем, такая новогодняя композиция у меня получилась уже. Я сама скипишу, надо идти. Ну, довольно-таки нежные, прозрачные. А сейчас я пойду монтировать. Так, ну кто мне тут пишет? Кто пишет? Угу. Так. Открываю и вперед за монтаж, потому что сегодня нужно прям выпустить видео через полтора часа, потому что я потом уезжаю на корпоратив, который я провожу. Так же я отфоткала эту работу с пастелькой и с такой паспорту. Хотела еще добавить бурса, но поняла, что это будет лишнее. Видите, оно как-то не так. Хотя можно еще попробовать пару фоток таких сделать. Сегодня у нас буря в Москве снежная. Очень много снега выпало, и сейчас так же он падает. В общем-то, я не знаю, как вечером уезжать. Как видите, дороги не очень хорошие. О, от этой пастели, честно сказать, я очень-очень кайфую. Она такая мягкая, такая классная. Но, конечно, детали вы ей не прорисуете, поэтому важно иметь также и твердую пастель. Твердая пастель чаще всего в таких брусочках, именно квадратных, а не круглых. Все, я молодец, смонтировала видео. Сейчас на часах, сколько у нас, 13.55. Скорее всего, смонтируется вот за 2 минуты. В принципе, в HD-качестве быстро монтируется. Если я сохраняю в 4К и через телефон, то есть если на телефон снимаю 4К, то монтируется дольше. Но так как я снимаю на фотоаппарат HD, монтируется очень быстро. Я выпила чай зеленый. Я черный не пью, за исключением редких дней, когда я хочу, например, выпить черный чай с лимона. Так что сейчас буду еще загружать на канал и буду собираться. Вот, как вы видите, я еще в домашнем, еще не собрана, хотя сегодня корпоратив, и нужно быть прям на высоте. Поэтому мне еще нужно придумать, что деть, отгладить все, чтобы все было красиво. Мой самый скромный обед. Все, я побежала, потому что уже время, и я, как всегда, опаздываю, поэтому даже не гладила ничего. В общем, выхожу. Как всегда, спешу, но благо накрасилось, и аксессуар, все готово. А, в общем-то, иду на мастер-класс. То есть это корпоратив из 30 человек. Нас будут 3 подавателя, и мы будем проводить, можно так сказать, такой мастер-класс. Так что спешу помогать и проводить. Чтобы после работы crear картофель, такое же время обамчивается. А это как на мастера? Как можно было бы немного любон体다, Потому что если вы хотите пот Abrу, это меня не родился. Когда вырослечь в море. То есть происходит от меня в море, где-то где-то рано. Спасибо. 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 бургера из-за того, что я часто работаю за столом, у меня болит спина вот верхний дел получается спины, и это упражнение я делаю утром и вечером, чтобы как раз таки не болела спина утром и вечером делаю это каждый день, и спина никогда не будет болеть ну я показываю упражнение, нужно выпрямиться, то есть чтобы плечи соприкасались с стенкой вот, плечи соприкасаются с стенкой, у меня уже есть напряжение, то есть если у вас ничего не болит, значит у вас со спиной все хорошо то есть я вот так сделаю, у меня уже болит часть верхнего отдела, и дело в том, что это очень выматывает, когда ты хочешь рисовать и не можешь, потому что у тебя болит спина вот, сначала вот так вы сделали, и затем вы берете руки и разводите их по сторонам, образовывая 90 градусов в локтях стоите так минуту считайте, и начинается жжение в области лопаток затем 15 секунд отдыхаете и 2-3 подхода делаете далее самое жесткое упражнение, я его конечно не делаю но иногда бывает, ну утром и вечером не делаю, но иногда, когда прям сильно болит спина, я его делаю это очень сложное упражнение здесь нужно прям присесть, вот так образовать 90 градусов, где вот коленочки и тоже сделать спину более ровной и вот так сидеть то есть как будто вы сидите на стуле, но этого стула нет и это очень сложно но зато после этого спина более ровная ой, я даже уже говорить не могу просто так что эти упражнения помогают вам избавиться от этой боли ну, по крайней мере, мне так помогают и хотя бы нет вот такой останки ужасной как всегда, возле елочки завершаю свое видео уже второй день блога надеюсь, вам все понравилось и не знаю, что из этого видео получится потому что снимала очень мало я сегодня много работала и ехала в метро и вот всю эту дорогу все это занимало более 6-7 часов в день несоответственно, не знаю, что получится склейка, скорее всего, будет маленькая вот, но, как видите, такой день более активный, рабочий и творческий так что встретимся завтра третий день и всех обнимаю, целую до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok